Здравствуйте, жители и гости Ютуба! Сегодня третья часть видео про точилку. В этой части мы с вами будем точить ножницы. Для того, чтобы закрепить ножницы на станине, этот наш крепежный узел мы переносим вот на эту плоскость. Для этого здесь отсверлено два отверстия. В нижней нарезана резьба, верхнецентрующая, просто без резьбы. Вставляем сюда наш крепежный узел и тем же самым барашком затягиваем. Расслаблю, чтобы исключить вот это шатание, чтобы у нас все стояло ровненько. У нас концентрующий винт. Поскольку такой нашел я винт, у него вот эта пресс-шайва достаточно большая, я ее подсточил с двух сторон и она остается четко вот сюда. Вот таким образом между двух вот этих пластин алюминиевых. Установили. Здесь часть зажимаем барашком. Зажали барашком крепенько. Зажали этот прижим. Эта часть у нас готова к приему какого-либо инструмента. В данном случае ножниц. Будем тащить вот такие вот древние советские ножницы. Ножницы я нашел какие-то прямо в хлам убитые, чтобы не жалко было экспериментировать. Они очень сильно болтались. Я их вот здесь подклепал чуть-чуть вот эту ось. Стали конечно что-то прям туговато ходить, но тем не менее. Для эксперимента нашу пойдет. Что мы делаем? Закрепили на станине вертикально этот крепежный узел. Вставляем сюда ножницы. Делаю с вами это как говорится в онлайне. Точнее в прямом эфире практически. Вот я думаю так нормально будет. И также жмем шестигранником все это хозяйство. Раз. И два. Подтягиваем. Подтягиваем нижние винтики. Давайте еще тяганем чуть-чуть. Оп. И. Оп. Все. Ножницы напрочь закреплены. Трясу за них всю конструкцию. Никуда они не деваются. То есть этот узел держит вполне надежно и ножи и ножницы. Далее. Точить мы будем. Точить мы будем. Думаю что 240 алмазом. Видно? Видно. Зажимаем алмаз. Да. Не помню говорил не говорил в прошлом видео. Вот эти шайбочки нужны для того чтобы компенсировать вот этот зазор который разовался. По причине того что Рексиновские камни у нас меньше чем алмазные брусочки на целых 5 миллиметров. Видите что происходит? Вот. Я рассчитывал тату раму крепежную под камушки. Алмазы оказались несколько длиннее. По толщине они сходные. Вот. А по длине небольшая не срастуха. Поэтому здесь шайбочки. Итак. Закрепили мы 240 брусочек. Подтянули. Накручиваем его на нашу штангу. За эту муфту делать. Это очень удобно и быстро. Подтянули. Всё. Люфтов нету. Вот. Можно в принципе уже и точить. Вот так выглядит конструкция сбоку. Давайте взглянем. О. Всё видно. Вот. В принципе можно уже как бы точить. Единственное. Настолько здесь всё убитое в этих ножницах. Я просто не знаю какой тут угол выбрать. Поэтому будем этот угол выбирать эмпирическим путём. Для этого. Для этого мы возьмём маркер. И вот так это всё здесь накрасим. Чтобы хоть понимать в чём мы тут вообще точим. О. Накрасили. Всё у нас в чёрном маркере. Ну а теперь попробуем выбрать угол. Так. О. Какой страшный звук. 240 алмаз делает своё дело. Так. Смотрим. Ну вроде бы как бы стирается равномерно. Так. Сейчас я подстрою. Ещё угол. Ну а пока прервём запись. Как бы я в душе понимаю, что на ножницы, на точку есть какие-то госты, рекомендации, пожелания и прочие. Вот. Но. Обратите внимание, как сделаны современные ножницы. Они сделаны по сути из двух плоских пластин. И имеют вот такой вот угол заточки, который ярко выражен. И его как бы можно угадать и спокойно заточить. На таких ножницах. На таких ножницах. Они по сути сделаны из абсолютно плоских пластин. Которые не имеют спуска. А имеют просто подводы. Если брать ножевые термины. То есть вот. Спуска нет. Это просто плоская пластина. Есть сразу подвод. Причём ярко выраженный. Достаточно широкий. И его вполне можно поймать при переточке. Вот. Всё это прекрасно. Но на этих ножницах ничего подобного нет. Сейчас я вам заловлю. Чтобы не закреплять заново. Они у нас имеют и сведение. И подвод. То есть вот его видно прекрасно. Вот это сведение. То есть это не плоская пластина. С подводом. А здесь есть и сведение и подвод. Подвод настолько тоненький. И весь уже убиенный. Что просто поймать его невозможно. Поэтому специалисты по заточке. Меня тапками не кидайтесь. Я просто экспериментирую. И пытаюсь понять. Можно ли использовать мою точилку для заточки ножниц. Вот. Крепеж вполне встаёт нормально. Углы можно выставлять здесь абсолютно любые. Всё будет чётко. Вот я примерно поймал угол заточки данных конкретных ножниц. Повторюсь ещё раз. Это не истина какая-то. Углы я здесь не выставлял. И вам их обозначать не буду. Это чисто моя догадка. Вот. То есть я наносил маркер на режущую кромку. На подвод. Назовём это так. И на разных углах пробовал его снимать металл. Вот вроде пришёл к такому. Вот к такому я пришёл к углу. И вот буду сейчас его пытаться сформировать на всём протяжении вот этой вот части ножниц. Погнали. Напомню, это 240-й алмаз. Вот. Стало появляться. Стало появляться. Стало появляться. Режущая кромка, видимо. Стало появляться подвод. На себя попробуем. Какой-то прекрасный звук. Здесь под себя. Если мы как бы точим нож на зерно, то здесь получается точим от себя. Можно попробовать и на себя. У кого проблемы с такими звуками, выключайте звук своих колонок для наушников. Так. Металл живёт достаточно бодрым. Ну-ка, протрем. Да. Металл живёт бодро. Появляет достаточно острая кромочка. Так. Я сменил камешек на 400-й алмаз. Точнее. Уже обработал эту сторону. Сейчас мы с вами пройдёмся вторую половинку ножниц. Напомню, первый камешек, у нас первый алмаз был 240-й. Сейчас будет у нас 400-й. С одной стороны прошёлся. Сейчас пройдём с вами и вторую сторону. Так. Тянем. Угол не меняем. Сначала от себя сделаем. От себя сделаем. От себя сделаем. Звук не приятных, но придётся потерпеть. Оу. Оу. Так. Напоминаю, делаю всё без струбцины, прижаток к краю стола, чтобы удобнее было вам всё это дело показывать. И ещё пару разочков на себя. всё. Раскрепляем. Всё. Раскрепляем. Всё это действие занимает буквально какие-то, не знаю, считанные минуты. Алмаза же металл достаточно хорошо и быстро. Поэтому долго ширкать тут не надо. Протираем всё от металлической пыли. её тут не слабо получилось. Так. Проверим, как режут ножницы. Небольшая вставка. Косяк в том, что если нож я перед заточкой проверял, как он режет. Точнее, вообще не резал никак. Ножницы я забыл проверить, как они режут. Но, поверьте на слово, они не резали никак. Они просто мяли бумагу и складывали её между вот этих вот режущих частей ножниц. Сейчас после небольшой заточки. Да, кстати, посмотрим, собственно, что там получилось. По режущей кромке. Закончил я на 400-ом алмазе. Никакой, опять же, как у ножа, никакой красоты, никаких там полированных кромок блестящих в зеркало я не делал. Этого не требуется. Это чисто экспериментальная заточка сейчас была. Вот такой вот у нас идёт край. Вот его видно. О, поймалось. Так, и другая часть. Вот другая часть. Ловись, фокус большой и маленький. Во. Как я вам показывал, здесь вообще не было никакого подвода. Там что-то было невразумительное. Итак, брать будем, как и на газетке. Что же у нас получается. Офигеть. До этого ножницы не резали никак абсолютно. Какой у нас будет звук. Приятно. Собственно, вот. Результат налицо. Ножницы не резали, теперь они режут. Красота. А ну-ка еще раз уголочек какой-нибудь бахнем. В конце что-то они подминают. Ну-ка посмотрим почему. А потому что они кривые. И до конца не сходятся. Но это не важно. Эта часть у них режет прекрасно. А здесь абсолютно нет. Вот она. Вон тут что. Но это не важно. Режут прекрасно. Отлично. Итак. Тест точилки в качестве инструмента для заточки ножниц прошел. Вполне считаю себе успешно. Вот. Таким образом, функционал данного устройства я расширил. Кроме заточки ножей, можно еще точить и ножницы. Спасибо за просмотр. До свидания.